Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.RU. Сегодня мы в гостях у МИДС ГСМ, это технический директор Антонов Александр. Добрый день, Александр, еще раз. Мы сегодня с вами посетим основные компоненты лаборатории Московской, мы с вами посмотрим оборудование, которое используется в первую очередь для исследования моторных масел, мы с вами сегодня, скажем так, поговорим о некоторых методах определения важнейших показателей типа вязкости, вязкости динамической, вязкости кинематической. Мы с вами сегодня обязательно поговорим о щелочном числе, о таких показателях, на которые порой не очень обращают внимание, хотя они четко прописаны в классификациях моторных масел, это пенообразование. Мы сегодня с вами поговорим и об очень важном инструменте мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации, об элементном анализе. Ну и посмотрим некоторые, я бы сказал, слегка архаичные методы, но тем не менее очень важные, это речь вот о сульфатной золе. Поэтому прошу вас. Ну что же, Антон, мы вошли в святая святых, в нашу лабораторию. Здесь мы видим те образцы, которые уже прошли обработку и результат которых получили наши клиенты. А вот граница, после которой образец клиента переходит в образец МИДС ГСМ и попадает в нашу юрисдикцию, скажем так, и становится объектом исследования в зависимости от тех показателей, от тех комплексов стандартных испытаний, которые выбрал для себя заказчик, исходя из своих потребностей. Колоссальное количество образцов здесь у вас хранится. Это еще не все направляют, да? Да, это, так сказать, работа, оперативные образцы, которые... Сейчас бывает такая ситуация, когда требуется повторение какого-то из показателей. Мы всегда это оставляем на вот эти случаи. Ну, об нем впечатляет, конечно. Ну, смотрите, это, как я уже сказал, самый большой зал, в котором у нас находится оборудование, причем оборудование мы постарались распределить по зонам с учетом методов определения тех или иных физических, физико-химических показателей. И в том числе у нас есть зонирование по продуктам, потому что в МИДС ГСМ мы проводим испытания смазочных материалов, жидких, пластичных смазок, проводим испытания дизельных топлив, антифризов, смазочно-охлаждающих жидкостей, восстановителей оксидов азота известных в России под названием Эбблю. Соответственно, в зависимости либо от назначения смазочного материала, либо от физико-химических показателей, идет расположение оборудования, группы, допустим, бесказиметры, тетраторы, ИК-спектрометры, приборы для спектрального анализа. Все это здесь расположено и скомпоновано для того, чтобы минимизировать перемещение пробы по территории. Я вижу, что у вас дублируется некоторое количество висказиметров, в частности, думаю, что для вашего объема, конечно, скорее всего, параллельно проводятся испытания на одних и тех же приборах, чтобы ускорить процессы обработки. В связи с загрузкой, тем более в сегодняшних, в текущих условиях, мы пошли на то, чтобы иметь на разных операциях, от двух до четырех приборов, чтобы обеспечивать проходимость, ежедневную проходимость всех образцов. Ведь любой заказчик, который нам отправляет образец, он помнит о том, что он должен получить результат через 48 часов. С февраля 2022 года рынок изменился. Я думаю, что вы на себе тоже это почувствовали. Я так предполагаю, что у вас значительно увеличились объемы по запросам от заказчиков, по анализам. Так ли это? Да, на самом деле февраль 2022 года изменил не только количественно ситуацию, но и качественно. Сейчас к нам стало гораздо больше обращаться компаний, причем достаточно крупных компаний, с просьбой помочь в переходе с одного бренда привычного, который ушел в результате санкций, на бренды, которые сейчас на рынке появились в огромном количестве. Причем речь идет и о смазочных материалах отечественного производства, и производства Турции, Юго-Восточной Азии, арабские бренды тоже очень активно к нам идут. И у людей сейчас возникает больше спрос даже не просто проанализировать масло, подобрать и доказать, что это масло работает в реальных условиях эксплуатации. А реальные условия, как выяснилось, бывают такие совершенно неожиданные нам ставят вещи. Кстати, очень интересно, существенно увеличился спрос на испытания для оценки смешиваемости смазочных материалов. То есть на самом деле действительно рынок изменился, запросы стали, на мой взгляд, более грамотными, что ли, более инженерными. Прибавилось много интересной работы, потому что эта работа не просто купил, залил, один раз отобрал пробу, посмотрел зеленое и окей. Нет, сейчас многие предприятия занимаются такой нормальной, инженерной, я не хочу сказать научной, но инженерной, это инженерная работа, потому что нужно в том числе менять там и нормы расхода, и нормы пробега. И это все требует мониторинга, поэтому действительно рынок изменился и изменился в сторону интенсификации испытаний и обращений к нам. Мы вводим новые комплексы испытаний, мы вводим новые испытания, действительно отвечающие требования. В частности, комплекс испытаний, который мы называем подтверждением соответствия, система Oil Garant, она предполагает проведение практически полного лабораторного анализа моторных масел на соответствие требованиям либо API, Американского института нефти, либо ACA, Европейской ассоциации производителей. Это такой комплекс, который позволит владельцу техники быть уверенным в том, что то, что написано на этикетке, соответствует тому, что налито в канистре. Поэтому я сейчас предлагаю нам с вами пройти, посмотреть те методы, которые в первую очередь применяются в моторной технике, в требованиях моторных масел. В этом нам помогут наши сотрудники, инженеры-лаборанты. И мы расскажем о методе, о том, как это делается, и прокомментируем, что это дает моторному маслу, как это говорит о том, соответствует ли масло тем или иным показателям классификации производителей смазочных материалов или производителей автомобильной техники. Сергей, здравствуйте! Приветствую вас! Сергей, заведующий лабораторией МИС ГСМ. Спасибо, что уделили нам время. Одним из важных показателей исследования свойств масел является кинематическая вязкость. В нашей лаборатории представлены четыре прибора, определяющие кинематическую вязкость при 100 градусах и при 40 градусах. Также рассчитывается индекс вязкости. У нас в лаборатории существует автоматизация. Оператор берет пробу, где есть QR-код, сканируем пробу, QR-код, и устанавливаем в ячейку на 40 градусов. Далее прибор автоматически забирает пробу в сэмплер. Дальше происходит следующее. Насос создает разрежение и втягивает масло по капилляру. Затем он масло переключает клапан, и масло под силой тяжести опускается в капилляре, регистрируя разными датчиками его кинематическую вязкость при заданной температуре 40. Также происходит аналогично и при температуре 100 градусов. Теперь оператор берет из палеты для сотни градусов и ставит ячейку 100 градусов. И операция повторяется таким же образом. После того, когда прошло измерение, в прибор в программе отображается вязкость кинематическая образцов при 40 и 100 градусах, а также пересчитывается индекс вязкости масла. Три раза поднимается и опускается? Да, и делает три измерения и высчитывает статистические средние данные с погрешностью. И данные сбрасываются по программе в общую базу ЛИМС. Я понимаю, что все приборы здесь в общую сеть связаны, и любое измерение с помощью QR-кода отражается в общей базе? Да, в общей базе. Чтобы не было потеряно чего-то, например, путаница не возникла. Здесь просто выставлены значения операционной системы и самого прибора. Но в данном случае здесь участвует компьютерная программа. Она заменяет более сжатую версию приборной. Компьютерная более широкая. Вязкость, наверное, один из самых главных показателей для смазочных материалов. Более того, мы сейчас говорим с вами о кинематической вязкости, измеренной при 140 градусах. Здесь надо сразу отметить, почему эти цифры. Вязкость при 100 градусах кинематическая – это показатель, который нормируется для моторных масел. Для индустриальных масел чаще всего нормируется показатель кинематической вязкости при 100 градусах. Но, как я говорил, это только показатель кинематической вязкости, который определяется на приборах, на висказиметрах. Таких – это часть той информации, которая нужна для потребителя моторных масел. Мы чуть попозже с вами рассмотрим и другие приборы, другие методы, на которых определяются низкотемпературные показатели вязкости. А здесь мы с вами увидели, что мы измеряем, фактически измеряем два показателя вязкости, и третий, который очень часто в паспортах на моторные масла мы с вами видим, индекс вязкости, получаем в качестве пересчета. Соответственно, зная, допустим, показатель вязкости при 100 градусах, заметьте, 100 градусов для моторных масел выбрана вязкость не случайно. Эта температура близкая к объемной температуре масла в картере двигателя, работающего, да, работающего, надо сказать. То есть, по сути, мы с вами определяем, какова же реальная вязкость, какова реальная нагрузка на систему смазки при температуре около 100 градусов. Поэтому мы, понимая это, и вспоминая о том, что стандарт общества автомобильных инженеров J300, классификация моторных масел по вязкости, устанавливает нам диапазон для каждого класса, будь то 30-й класс вязкости, 40-й, 20-й, 16-й, 8-й, тот диапазон, в котором разрешено находиться в кинематической вязкости при 100 градусах. Коррелируется с ГОСТом? Да. Эти показатели, они общепризнанные, поэтому, скажем так, разница в свое время была в советские времена, потому что в Советском Союзе нормировалась кинематическая вязкость чаще при 50 градусах, а не при 40. Но метод определения, в общем-то, один и тот же. Сила тяжести, которая воздействует на жидкость. Тут все очень просто. Самое крутое, мы, по-моему, 60-й класс вязкости здесь определяли. Тут еще надо исходить из того, для чего, для определения каких классов вязкости предназначен сам прибор. Здесь, поскольку у нас, вы видите, их достаточно много, и они работают у нас с постоянной нагрузкой, потому что, ну, по большому счету, если расставлять приборы по порядку, то начинается все всегда с вязкости. Это первый шаг, дальше все остальное. Вы говорили, что каждое утро, прежде чем запустить в работу приборы, их обязательно проверяют и тестируют. Да, ну, это наша внутренняя система предполагает, что прибор, который не прошел калибровку, просто не включается в работу. То есть калибруясь каждое утро, а поверка проходит как через определенные... Нет, мы поедем поверку, поскольку мы приглашаем специалистов... Сторонних. Сторонних, да. Поверка, к нам приезжают специалисты, они привозят свои образцы, там, ГСО, и проверяют, и, так сказать, дают нам добро, продлевают свидетельство о поверке нашего оборудования. Это Антон, моя тезка. Антон, приветствую еще раз. Расскажи, пожалуйста, что мы здесь видим. Это инфракрасный спектрометр с преобразованием в фурье, оснащенный автосэмплером и автоматической системой обработки спектров. Сейчас мы, наверное, посмотрим, как выглядит измерение физически, а потом, после этого, расскажем про сам метод. Подготовленный образец наливается в пробирку. В данном случае это что у нас? Это какое-то трансмиссионное масло. Помещается в автосэмпер, запускается программа, и образец с помощью насоса начинает втягиваться в труб, выпадая в измерительную ячейку. После выпадания образца в ячейку начнется снятие спектра. Теперь на экран внимания. Он обрабатывается, просчитывается. Да, автоматика сама обрабатывает результаты, сбрасывает их в систему HeadMiner. Готово. Вот так выглядит готовый спектр образца. Со спектром дальше вы работаете, или вы просто передаете его аналитическим? Под задачу. Если необходимо получить какие-то параметры, то автоматически обрабатывается. Если необходима какая-то интерпретация, оценка, то уже вручную. Каждый анализ загружается автоматически в вашу библиотеку в СОВСЕГР, которая у вас хранится там. ИК-спектр – это тот инструмент, который используется владельцами техники при мониторинге работающего масла. Мы определяем с помощью этого метода степень окисления масла, степень нитрования, содержание таких загрязнений, как гликоль, вода, сажа. Соответственно, в процессе эксплуатации масла мы видим накопление тех или иных показателей, или, что тоже иногда бывает, уменьшение. И обычно такая история, когда происходят проблемы с понижением, скажем, показателя окисления, это в том числе может свидетельствовать о том, что без ведома компании был произведен долив хорошо, если того же продукта, а иногда бывает и не совсем того. Поэтому метод этот не прописан как обязательный в тех или иных квалификациях моторных масел, но используется именно для мониторинга, для отслеживания поведения масла в процессе эксплуатации. Причем производители двигателей, каждый устанавливает свои пределы, исходя из предыдущего опыта эксплуатации, своей техники, из ее нагруженности, режимов работы, в том числе, кстати, и режимов эксплуатации по применению. Сельхоз ли это техника, тягач ли это коммерческий, который бегает по трассе. Поэтому этот метод такой, помогающий установить правильные интервалы замены масла, соответствующие условиям эксплуатации у конкретного конечного потребителя. Вопросы, которые часто задают подписчики и к аспекту, которые в итоге мы получаем, вы предоставляете его расшифровку, интерпретацию? Да, конечно, мы представляем интерпретацию, поскольку в спектре есть определенные характерные точки, отвечающие за те самые загрязнения, за окисление определенное волновое число, нитрование тоже самое определенное число. Но здесь гораздо важнее инициатива заказчика. Да, заказчика. Потому что он строит график, получив не менее трех, допустим, измерений спектра, можно построить график и уже даже начать прогнозировать момент наступления предельного состояния. Скажем, если, например, компания Вакеша говорит, что, ребят, степень окисления моторного масла, после которого оно должно быть обязательно заменено, это 25 единиц. И, соответственно, отобрав эту последовательность, мы можем поставить график и сказать, что, ребят, нам еще осталось 700 часов, допустим, хорошая цифра, многое, что можно сделать. Это практически месяц работы, чтобы, допустим, спланировать закупку масла, замену масла с минимальными потерями для производственного процесса. Ну, то есть, проще говоря, с Экоспектром распечатанным, вы предоставляете еще и расшифровку его с депутацией определенных данных по запросу клиента.